Мончаловские леса до сих пор глухие и безлюдные. В окружение с 29-й армии попадают два писателя, Борис Полевой и Александр Фадеев. Оба служат военными корреспондентами и обоих, как стало ясно, что дело худо, их цевают вывести из окружения ночью лесными оврагами. Полевой потом опишет, каким это было удовольствием, добравшись до большой земли, поесть досыта. Обстановка там была, вот я прошел и в Берлинской операции, и потом в Кенигсберге участвовал, но таких, как под Ржевом, нигде таких операций не видел. Это такая мясорубка, да и называются там Мончаловская мясорубка, и кто выжил в Мончаловской мясорубке, считает, что он кончил военную академию. На дворе та самая знаменитая зима 41-42-го. Морозы за 30 и очень глубокий снег, постоянные метели в юге. По таким сугробам даже ступать тяжело, а воевать, да еще в окружении, под постоянным обстрелом, без возможности согреться, костры разводить запрещено. Современному человеку трудно даже представить, как это. Полевая форма красноармейца. На зиму выдавали телогрейку, шапку, теплое белье и теплые же портянки. На ногах у кого сапоги, у кого валенки. Снаряжение образца 42-го. Плечевые ремни, патронтаж, фляжка. В такие бывало наливали спирт. Вот саперная лопатка и вещевой мешок. Пустого, туда должны были убирать и каску, но, как правило, каски носили отдельно. Летом 41-го немцы не сомневаются, в России будет очередной блицкрик. Встречать там зиму никто не собирается, и зимние амуниции не готовят. Когда градусники в вязню показали минус 30, на солдате вермахта униформ-якель, оставшийся цветок китель. Зульдатный мантль, легкая сухонная шинелька. Голову прикрывает Шивхин, обыкновенная пилотка. Обувь тоже летняя, сапоги со вбитыми в подошву шипами. От этого еще холоднее. Металл вымораживает ноги изнутри. Так что многих солдат греет русская одежда, которую отнимают у пленных и местных жителей. Как это было? Холодно, конечно. Очень холодно. Приходилось все время двигаться. Следили, чтобы никто не расслаблялся. Нужно было постоянно напрягать ноги, иначе обморожение. Немецкие солдаты, мы должны удержаться. Ржев любой ценой. Какие бы мы потери не понесли, Ржев должен быть нашим. Елена Ржевская читает свой дневник за февраль 42-го. После войны переводчица штаба армии станет писателем и возьмет псевдоним в честь города, переломившего ее судьбу. У немцев, у каждого солдата пачки фотографий. Одинакового формата, 6 на 9, с зазубренными краями. Мамуля, папуля, любимая сестра. Невообразимый уют в жизни. Куда же они повалили? Куда поперли от своего уюта? Положение в окруженных армиях тяжелейшее. 29-я армия в Мончаловских лесах, 33-я армия генерала Ефремова в районе Вязьмы Испутывают большие трудности с боеприпасами, нет медикаментов и совершенно тяжелое положение с продовольствием. Нечего есть. Тысячи людей голодают. Когда кавалерийского корпуса-то лошадей убивало, замерзли лошади-то. Мы достали пилы. Я не знаю, где это ребята достали пилы. Пилами ездили на ту сторону, пилили лошадей, выпиливали куски мяса. И к себе там или на кухню, или сами варили. Это была прекрасная еда. Окруженных беспрерывно бомбят. Выстроившись в конвейер, юнкерсы атакуют группами по 20-30 самолетов. Одна из них бомбит в деревню Быково. Здесь медсанбад 29-й армии. Все избы забиты ранеными. После налета не остается ни одного дома. Только пылающие развалины. Юнкерс 87. Штука от немецкого штукамп-флюксоек. Самолет в поле боя. Самый знаменитый пикировщик Второй мировой. Скорость аэродинамика не вот так себе. Из-за неубирающихся шасси с обтекателями красноармейцы зовут его лаптежником. Но в точности бомбометания штуки нет равных. Она может пикировать даже под прямым углом, а выходя из пики, обстреливает цель из хрустового пулемета. Есть и еще одно психическое оружие. Снизу расположена мощная сирена. Ее вой станет одним из символов войны. Это так на психику человека действует этот войн. Он просто сковывает человека, парализует этот войн, когда над тобой именно. Благодаря пунктуальным бомбардировкам Люфтваффе, поддерживавшим нас, пехотинцев и артиллеристов, защищать Ржев, конечно, было легче. Видя, что армия погибает, Ефремов раз за разом обращается к Жукову. «Разрешите начать прорыв». «Поймите», — объясняет генерал. «Мы каждые сутки ведем бой вот уже полтора месяца, почти без боеприпасов. Уничтожили несколько тысяч немцев, сами имеем три тысячи раненых». Но командующий фронтом о прорыве и слышать не хочет. Жуков требует продолжать наступление. «Мы просто потеряем орден!» «Меньше истерики», — отвечает он Ефремову. «Держите себя спокойно». Очевидцы вспоминают. Окончив разговор, Ефремов восклицает. «Тебя повсюду на пару недель». Отчаявшись убедить Жукова, Ефремов обращается напрямую к Сталину. «Выдачусь моей армии, выдачу загружение и прорыв к основным силам фронта». Ефремов знает, счет идет на дни. Если не прорваться сейчас, потом будет поздно. Но разрешение ставки он так и не получает. Хотя Сталин с командующим мягок. «Потерпите, товарищ Ефремов», — отвечает Москва. «Потерпите, мы вас не оставим». Жуков в ярости. Ведь подчиненный обратился к Верховному через голову командующего фронтом. В архиве осталась его телеграмма Ефремову. «Вы и только вы виноваты в том, что противник перекрыл вам пути подвоза и эвакуации. Хорошо относиться к тем, кто не выполняет поставленные задачи, не могу. Совесть и долг не позволяют». «Эту телеграмму Жуков тогда не отправил. Но и годы спустя он будет мрачнеть, слыша вопросы о Ефремове». «Георгий Жуков». «Там собственной операции никакой не было. Прорвались. Ефремова отсекли. Командующему фронтом, когда ведется сражение, очень трудно уследить за вопросами тактического порядка. Взять на себя ответственность, чтобы показать себя самокритичным? Думаю, надобности нет. Зачем это нужно? Окруженная, теряющая последние силы, голодная армия Ефремова продолжает сражаться. Чтобы добить ее, немцы перебрасывают свежие части из Франции. А еще набранный из русских перебежчиков полк «Бранденбург Афтхундер» – Бранденбург 800. Одевшись в советскую форму, его бойцы проникают в гущу ефремовцев – шпионить и уговаривать сдаться. Такие же призывы на чистом русском несутся из немецких динамиков. Солдаты и офицеры! Не заметно отставайте от группы! Бурака не валяйте! Генерал себе славу отрабатывает! А вам за что побирать? Но ефремовцы не сдаются. Они верят своему генералу и готовы за ним и в огонь, и в воду. Хотя в сложившихся обстоятельствах, проще сказать, на смерть. Но и плен тоже означает смерть. Почти неминуемую, медленную и мучительную. Здесь, на окраине Ржева, в бараках за год зерна, устроен лагерь для военнопленных. Один из многих в немецком тылу. Один из немногих выживших, Константин Воробьев, оставил воспоминания. Мы выбрали одну из самых безобидных цитат.